25 мая 2013 года в Москве с размахом проводился турнир по смешанным единоборствам под эгидой промоушена «Легенда». Главным событием стал бой Александра Емельяненко, который во многих СМИ поддавался как его возвращение в профессиональный спорт. После неожиданного поражения Джеффа Монсена на турнире «Эмман Челлендж 35» в 2012 году, Александр заговорил о возможном завершении карьеры. Несколько месяцев после этого Емельяненко провел в Афонском монастыре в Греции. По словам Емельяненко, именно Советы и Благословления Старцев подтолкнули его на продолжение спортивной карьеры. И спустя полгода он снова вышел на арену смешанных единоборств. А вот соперника ему подобрали весьма одиозного и калорийного. Боб Саб по прозвищу «Зверь» имел шумную и неоднозначную репутацию в мире боевых искусств. Бывший игрок в американский футбол, он, начиная с 2002 года, достаточно успешно засветился на турнирах Прайд и Кайван. Его монструозный вид, харизма и ярость приводили в экстаз японских фанатов. Сделав себе огромное имя в стране восходящего солнца, Саб в 2009 году открылся гастролировать по всему миру. И там его аура стала потихоньку развеиваться, ведь Боб терпел одну неудачу за другой. К поединку с Александром американский гигант весом в полтора центнера подходил с 11 поражениями подряд, но при этом отыгрывал свой образ на все 100%. Он пытался палить драку на взвешивание, постоянно принимал очень грозный вид и давал крайне устрашающее интервью с громкими заявлениями, видимо призвав на помощь весь свой опыт в японском рестлинге, чтобы поднять градус интереса к предстоящему поединку. Но бой на этот раз был более чем реальным, а шутить его оппонент явно не собирался. Дамы и господа, на трибунах и миллионы фанатов боев во всем мире с малой спортивной арены «Мужники» города Москвы в прямом эфире на телеканале «Россия-2» Эфическая битва чемпионов «Легенда»! Представляю вам соперника и первые бойца в синем углу ринга! Его 39 лет, рост 195 сантиметров вес, 154,6 килограмма. Профессиональный рекорд – 28 боев, 11 побед, включая 8 побед нокаутом, 16 поражений при одной нищей, чемпион IWGP в тяжелом весе, чемпион K1 World Grand Prix 2005, участник турниров Pride FC, Strike Force E3, представляющий Team Beast из Сиэтла, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Дамы и господа, приветствуйте! Бал за три сантиметра! АПЛОДИСМЕНТЫ И его соперник – краса в углу! Ему 31 год, рост 193 сантиметра, вес 121,3 килограмма. Профессиональный рекорд – 27 боев, 21 победа, включая 13 побед нокаутом, 5 сдачи, 3 решения, 6 сдачи! Без поражений, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, 10-кратный чемпион России по боевому самбо, участникам и лизинг турниров Pride, Budon Fight и M1! Дамы и господа, представляющие команду АЕТИМ из Москвы, Россия! Встречайте Александр Гемельяненко! Дождались возвращения Александра Гемельяненко. Именно под такой вывеской будет проходить этот бой с Бобом Сапом. Вопрос по выбору соперников все-таки это больше к организаторам, но возвращение Александра – это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Боб Сап, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, высший американский футболист. Понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Анастас Хустом. Было, 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 было. С чем подошел сейчас? Мотивация должна быть, если он сейчас сумеет справиться с Александром Гемельяненко. Ну, честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Гемельяненко. После всех историй, предшествовавших его уходу из большого спорта, сейчас Александр в версии 2.0 должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждем от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И все-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Чего-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом по Сапуще надо попасть. Я думаю, что попадет. Рано или поздно, вопрос когда. В каком раунде случится формат. 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается. Ушел в защиту. Допивание. В принципе, пассивная защита. Все, можно останавливать бой. Да? Ну, как-то все. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Это легкое недоумение. Возвращение и реванш это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобное поединок возвращением с точки зрения де юра, да. Де факто. Судите сами, дорогие друзья. Здесь по-другому не скажешь. Оп, Сап упал. Не сказать прям подградом каких-то чудовищных ударов, Александр по нему попал. Это в факторе. Это будет видно. Но как-то уж очень быстро. По совести сказать, ожидал где-то туда ближе ко второму раунду. Победа есть победа, конечно. В рекорд запишут победу. Победу над Бобом Сапом. Но этот поединок, который конечно, мы ждали, что он будет более чем упорным или хотя бы с какой-то стороны упорным, он таким не явился. Жаль. Но сейчас награждение. Петр Емельяненко его пригласят на награждение или нет? И так, время остановки, мое минуты и тринадцать за секунд первого раунда технических нокаутов добивали поэродный шау Александр Великой Емельяненко Это вот первый раунд Победа и возвращение Александра Емельяненко Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова